Вряд ли мне удастся передать переживание сердца, но я буду пытаться то, что я увидел. И это, я думаю, что впрямую и буквально относится к тому, что мы будем делать. Итак, Божье Слово, которое мы вникаем, исследуем и читаем, мы обнаружим, что в Божьих повелениях и в Божьей заповеди есть часть та, которая благословляет нас. Но она включает в себя и условия, и предупреждения. Я часто встречаю христиан, иногда в своей жизни видел, и приходится это особенно видеть в это время последнее в Церкви Божьей среди верующих. Как мы избирательно подходим только к части благословляющей, и как мы не хотим слышать то, что так вот можно сформулировать, сказать, режет ухо. Но это в Библии, но это в заповедях, но это в Божьем Слове. И почему-то так легко соотнесут этот диалог и такую позицию определенного взгляда, которым ты делишься, к законничеству или к религиозности. Но как бы ни было, если это есть в Слове, если есть предупреждение Слова, если есть вещи, когда Бог написано, что Он взыскивает строго, то не то, что написано пером, не вырубишь и топором. Оно там присутствует, это не выдумки человеческие, это рождено от сердца Божьего и дано нам, чтобы мы этому следовали. С 14 стиха мы читаем. Евреям 12, 14. Я попросил, если можно, высветить. Глава 12, 14. Глава 12, 14. Глава 12, 14. Глава 12, 15. Глава 12, 15. Глава 13, 15. Глава 13, 15. Глава 13, 16. Глава 13, 16. Потому что сегодня мы будем зачитывать местописание, когда будем преломлять хлеб и воспоминать о смерти Иисуса Христа, читая все то же самое местописание каждый месяц на преломлении, после которого благословляющей части есть предупреждающая часть. И мы помним это прекрасно и знаем, что если кто будет участвовать в трапезе Господней, недостойно, виновен будет. И это сказал слуга Бога живого, апостол Павел. Об этом говорил Иисус, и это возвещается в Писании. «Видна строгость Божия, видна благость». Когда здесь приводится пример о народе, который умолял, чтобы к ним не было продолжаемо слово, потому что они не могли стерпеть, и Павел привозит эту параллель. К чему они приступили? К осязаемому? Или если тогда это было явление, написано в видении, но это было что-то реальное, это было реальное, гора колебалась, было пламя, огня, был усиливающийся сильный трубный зов. Вы знаете, когда я прочитывал, что происходило при этой горе, народ первое время был очень эксайдит. Вы знаете, спускается Моисей, первый дает шаг возвестить народу Божьему, и он говорит, «Народ, посмотрите, я вас вывел из Египта, вспомните, как я вас вел, я вас носил как бы на орлиных крыльях, привел к себе, и я вас сделаю царственным священством, народом, каким не будет больше никакого на земле, я буду обитать среди вас, но будьте святы». Когда Моисей сказал эти слова, люди сказали, «Камон, Моисей, притчат, притчат, браза». Но через два дня, после того, как он сказал, «Осветитесь, на третий день я приду», нечто стало происходить. Народ, который кричал, «Господь, все, что ты скажешь, мы исполним, мы имеем дерзновение сделать все, что ты повелишь». И вот Бог являет свою святость, реально сходит на гору, гора дымится, гора пламенеет, колебания сильнейшие, и стала, прозвучала святость Божия. В отношении того, чтобы, каким образом мы можем к нему приблизиться, проведи черту, приготовься. И за эту черту, я вас, когда услышите трубный зов, я вас приглашу, и тогда зайдите. Вы знаете, как часто приходится слышать, как будто противоречивые диалоги между людьми, когда один говорит о благодати Божией, о любви, а другой говорит о строгости Божией. Как будто, знаете, одно другое исключает. Любовь, она как будто бы исключает Божью святость в его строгости, или когда же говорят о святости и о строгости Божией, она исключает любовь. Но это, похоже, мы не вмещаем, а Бог вмещает. Первично в любви своей Он говорит, зайдите ко мне, я вас привел, я вас хочу видеть. Следующий шаг, приготовьтесь, будет черта. Каждый даст отчет перед Богом, войдя на эту гору. Ты должен осознать и понимать, к какому Богу ты приближаешься. Это не идол мертвый, это Бог живой, который строго взыскивает за грех, за осквернение, за нечистоту. И когда это произошло, и когда Бог спустился в дыме, готовые, как мы знаем, проявили дерзновение. Но народ стал отступать. Вы знаете, в этом месте Писания, в евреях, очень много видно. Но я сосредоточусь на той мысли, когда они стали умолять Моисея и говорить, слушай, мы отойдем в сторону, давай ты, ты будешь посредником, мы не можем снести этого. Нам так удобнее, нам так легче. Мы не пойдем за эту черту, даже если Бог зовет и хочет. Мы не готовы, мы не можем. Павел пишет, что мы приступили. Помните, когда Иисус умер, завеса в храме разорвалась, что нет больше нужды в человеке посреди, есть один Иисус Христос, куда мы входим. И Он перечисляет, к чему же мы приступили. Но это тот же самый Бог. Мы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Что говорила кровь Авелева? Она требовала взыскания справедливости за убийство, несправедливое. Но кровь Иисуса, которая была принесена, она была ходатайством за нас, в искуплении наших грехов. Это нам дает дерзновение. Перейти эту черту, там, где святость и где умирает грех, где мы понимаем, конечно же, мы не можем приблизиться с грехом к Богу. Поэтому в нас появляется ревность очиститься, осветиться, иметь дерзновение и принимать участие в трапезе Господней. Почему? Потому что, когда мы переступаем эту черту, все связанное с этим миром, с идолопоклонством, с любовью к Египту, оно заканчивается. Потому что, если ты с этим войдешь, ты умрешь. И они это понимали. Вот причина, почему сегодня христиане. Одни отступают, а одни изъявляют желание, дерзновение, стремятся к очищению и говорят, я готов на все, Господь. А готовность это, умереть для себя, взять кресло и пойти за Ним. Вот весь торг, вот цена вопроса. Вот цена вопроса, взять кресло и пойти за Ним. Тогда ты зайдешь в эту черту. Сегодня, когда я молился, мне Бог четко напомнил то переживание, которое я имел уже где-то 21 год тому назад. Когда мы утром молились с братьями, свет часто выключали на Копчатке, перебои со светом, и мы молились в это утро. И какое-то, знаете, пришло такое переживание ревности по Богу, искания и в одном духе. И в один момент, вот это какое-то было явление, я не могу описать, это не физически, но это так реально было ощутимо. Я стоял с закрытыми глазами и вижу шириной такой, не объять, где-то метров 10, столб огненный стоит, пламенеющий. И он посреди нас, мы стоим кругом, братья и много людей. Я стою с закрытыми глазами и начинаю видеть, что кто-то входит, а кто-то остается. И кто-то уже в середине, где этот столб огня, и они там находятся. И какая-то сила их наполняет, какое-то, знаете, они как будто преображенные. И я стою перед выбором, войти ли мне или остаться. И вот, знаете, так сильно вот это вот ощущение, похоже, я испытал, как люди, которые у этой черты горы, дымящейся и горящей, стояли тогда, что ты даешь осознание, что ты, приближаясь к Богу, или ты отставишь все, и ты будешь пламенеть в Божьем огне, или этот пламенеющий огонь, написано, что Бог есть огонь поедающий, Он тебя уничтожит, ты не сможешь жить в Нем, ты не сможешь. И вот этот вот естественный страх людей останавливает. Какой страх остановил людей тогда не подняться на гору? И вот это вот борение внутреннее у людей, борение человеческого естественного страха, и страха Божьего, который трепет, это совсем другой страх, в котором был Моисей. И вот когда не разобрались люди, христиане, какой же Божий страх? Поэтому сегодня мы видим многие вещи искаженные, упадок в церкви, попустительство, идолопоклонство. Смотрите, что сделали люди спустя 43 дня. 40 дней. Те, которые отступили, то, что не привело их к обрезанию сейчас и войти на гору, их привело к тому, что они сделали тельца и привело их к идолопоклонству. Утром я сегодня смотрю, у меня как будто глаза открылись, что меня приведет к идолопоклонству. Если я свою жизнь не приведу в послушании Богу и не умру, не пойду, возьму свой крест, это приведет меня завтра к идолопоклонству. Почему сегодня и христиане выбирают сторону идолопоклонства? Потому что есть вещи, которые их не привели к святости. Почему написано, Павел предубеждает, говорит, чтобы мы имели святость, без которой не увидим Бога. Кто увидел Бога тогда на горе? Кто вожелали Его святости? Мы все недостойны, но мы знаем, что Бог, Он такой, что Он нас привлекает, не отвергает. И поэтому со страхом и трепетом мы совершаем наше служение, понимая, какому Богу мы служим. Что мы неизбирательно подходим, вот это я возьму, это нет. Мы берем все это слово, которое живо и действенно, оно проникает глубоко до разделения души и духа, судит намерение и помышление сердечное. Поэтому мы свое сердце, предоставляя Бога, видим, как Его святость, она нас приводит к освящению, и тогда мы имеем дерзновение к Нему, и так возвеличиваем Его за пролитую кровь, и она составляет нам, для нас действительно драгоценность. И поэтому мы, принимая участие в вечере, в трапезе Господне, мы понимаем, что мы параллельно не участвуем в идолопоклонстве. Помните, трапеза Господня, и Он говорит, трапеза христианам, бесовская, там, где идолопоклонство, мы не разделяем, мы отделены, поэтому у нас есть дерзновение, освящаясь, приближаться к Богу и восклицать в Его присутствии. Поэтому и будет действие Божье, как это было в первой церкви, где Бог являл себя. Церковь была свята, непорочна, что притворно, никто не мог присоединиться. Бог реально присутствовал. Не могло пройти притворство или какой-то маскарад, какие-то цирк, какие-то вещи, не присущие к Божьему народу. Поэтому это слово много можно рассуждать, но я благословлен этим словом и делюсь сегодня для всех нас, чтобы мы, понимая Божью святость, с трепетом, благоговением, приходя, имея дерзновение и в радости, с трепетом написано, радовались пред Его лицом, участвовали в то, что служит нам на жизнь. Потому что Иисус сказал, что если мы не будем участвовать, вы знаете, некоторые думают, я недостойный, я не буду. Нет. Бог нас влечет тому, чтобы мы были участниками в небесном звании, чтобы мы были реально участниками в Его святости, это Его намерение. Он не хочет, чтобы мы отошли, остановились и не приближались, но Он влечет нас, чтобы мы приблизились и там познали Его и видели Его. И как Моисей спустился с горы, такая мечта у Бога была, чтобы у всех лица от славы Божьей просвещены были. Это желание было Бога, это желание Бога для нас, и я благословляю вас этим словом и принимаю это для себя, делюсь переживанием, которое в моем сердце, что у Бога есть нечто для нас, что Он хочет дать нам и благословить нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова